До начала традиционного бесплатного приема еще несколько минут, однако у дверей уже наблюдается некоторый ажиотаж. Желающих получить комплексную консультацию от нотариусов и специалистов других смежных сфер оказалось немало. Возможность действительно исключительная. Обратившись, гражданин может получить консультацию по всем аспектам своего вопроса и даже записаться на прием для дальнейшего урегулирования. Мы оказываем, скажем, такую консультативную услугу гражданам. Можно проконсультироваться бесплатно по юридическим вопросам, относящимся к сфере юстиции. Ежедневно, конечно же, обращаются к специалистам граждане и им оказывается соответствующая помощь на установленной законодательством, скажем, основе и платной основе, что касается адвокатов, нотариусов. В органы принудительного исполнения обращаются ежедневно, также в органы главного управления юстиции обращаются по вопросам и консультациям. Там консультации всегда оказываются бесплатно, но данная акция анонсирована в средствах массовой информации. И граждане, возможно, получают какую-то дополнительную возможность получить консультацию специалистов. Брестская областная нотариальная палата, коллеги адвокатов и организатор главного управления юстиции Брестского облсполкома. Представители вышеназванных ведомств приняли участие в традиционном для города мероприятии. Вопросов для рассмотрения оказалось немало. Установление родственных связей с целью дальнейшего получения прав наследования, покупка и продажи жилых объектов, бракоразводные процессы и многое другое. Все эти вопросы сегодня проще решить гражданам и получить консультацию, потому что у нас специалисты разных отраслей права сегодня присутствуют на акции. Поэтому, конечно, максимально возможна полную помощь мы людям окажем. К каждому обратившемуся юристы отнеслись максимально внимательно. Без ответа не остался ни один озвученный во время открытого диалога вопрос. Подобные мероприятия давно стали хорошей практикой. С каждым годом желающих воспользоваться такого рода услугами растет, что подтверждает авторитет и открытость структур.